Здравствуйте, дорогие друзья! Дороговизна лука сивка в последнее время, когда он стоил 25 рублей, я помню, я вот когда начинал с удовольствия, он стоил, по-моему, 25 рублей за кило. Ну, минимум за полкило. А сейчас цены такие, что за полкило просит 350 рублей. Ну, это, честно говоря, вот, честно, убивает морально полностью все желание вырастить себе лук. Вот лук на зелень, да, если сажать его как сивок, как на зелень, то это вообще, ну, просто баснословная цена, на мой взгляд. Проще купить, вон, в пятерочке я покупал лук, он прекрасно вырос. Правда, говорят, его термически обрабатывают для того, чтобы он больше лёжкость имел, и поэтому, как бы, он не всегда всходит. Я и провёл эксперимент, и он у меня взошёл, зелень и отдал просто прекрасно, ранней весной. И здесь у меня растёт лук-сивок двух сортов. Также здесь, на этой же грядке, растёт у меня немножко экзибишина, который я посадил, он у меня просто остался, не влез никак. Давайте сравним, ну, я Жене просто сказал уже, что можно отсюда рвать всё, что хочешь. Вот лук-сивок, который вырос у меня в этом сезоне. Я его, конечно, очень плотно посадил, в надежде на то, что через штучку будут продёргивать, но никто его не продёргивает через штучку, поэтому он достаточно плотно посажен. И не мучится с ним весь сезон. Он на зелень посадил, и нормально растёт. И лук, по-моему, вот этот вот кармен, он тоже вырос такой же прекрасно большой. И давайте посмотрим лук-эксибишин. И вот он на одной и той же грядке, напомню вам. Ой, ух ты, ух ты. Корни у оксибишина, кстати. Обратите внимание, что по размеру они практически идентичные. Только я вот за это отдал немерено денег, а за это семена. Они достаточно недорогие. И зашли они у меня всё прекрасно. Галина меня научила видать. Или я принял опыт прошлого сезона, который был печальный, удручающий. И лук я могу вырастить уже из семян. Но если вы помните, я покупал ещё в Леруа Мерлен, в пачке, в такой вот профупаковке, лук-триумф. Но мы к нему чуть попозже вернёмся. Давайте посмотрим. Вот у меня ещё грядочка целая, лучка эксибишина. Там я провожу эксперимент по поводу мульчирования, не мульчирования. И, соответственно, вот этот лук у меня весь кормится ещё дополнительно аминосилом. Я его поливаю раз в две недельки. Поэтому он здесь выглядит значительно больше, чем этот лук. Ну, честно сказать, лучше, больше. И мульчированный на первый взгляд, ну, на сегодняшний день, во всяком случае, выглядит тоже значительно лучше. Вот сегодня 26-е у нас июня 2023 года. И я решил всё-таки провести эксперимент. А то целый год потом опять мучился и думал, надо, почему я это не сделал, замульчировать свежескошенной травой мой лук эксибишин. В этом году он пока получился у меня очень даже неплохой. То есть, на мой взгляд, это лучшее, что у меня был лук эксибишин. Потому что в том году он вообще не вырос. Я бы так это назвал. Но он в конце года был мельче, чем сейчас, в июне у меня. А он, по-моему, к концу августа только начинает созревать. Но пойдёмте к луку, на котором я издевался всячески. И в итоге я посадил его очень мало, места просто не хватило. Ну, вот мой лучок, который растёт в триумф. Но я, честно, выдернул одну из самых больших. Ой, какие корешки хорошие! Корешки, честно скажу, не хуже, чем у эксибишина. Даже, я бы сказал, лучше, чем у эксибишина. И размер тоже луковицы сопоставим. Но размер зелёной ботвы такой прекрасный намного больше, чем у эксибишина. Ну, короче, у него у одного размер ботвы, как у этих всех трёх, на мой взгляд. То есть, и на перо его выращивать можно. То есть, триумф вообще замечательный. Сорт лука. И это всё выросло у меня семенами. На этой грядке я тоже применял аминосил. И здесь, кстати, с другой стороны, правда, у меня растёт порей. Если помните, я его мульчировал. И пора уже ещё раз замульчировать. Точнее, не мульчировал, а засыпал землёй. Пора уже его ещё раз засыпать землёй. И да, действительно, в комментариях писали, что я его очень часто посадил. Да, действительно, очень часто. Дорогие друзья, главный вывод из этого ролика, я считаю, нужно сделать такой, что лучше растить лук в нашем московском регионе через рассаду. И спокойно вы за один сезон получаете вот такие вот. Сегодня у нас 12 июля 2023 года. Вот в середине лет такие луковицы. А им ещё расти и расти. Дорогие друзья, вам, как всегда, я хочу пожелать здоровья, а всё остальное приложится. Поставьте, пожалуйста, лайк, чтобы это видео увидело большее количество людей. До свидания. До новых встреч.